Всем привет! Меня зовут Настя, я преподаватель Умскул по обществу знаний. Сегодня у нас просто потрясающий открытый видеоролик. Будем с вами разбираться, как решать задание 23. Одно из сложнейших заданий этого года, если вы к нему никогда не готовились. И одно из легчайших, если вы все-таки решите досмотреть этот видеоролик до конца. На всякий случай напоминаю, что вы в онлайн-школе Умскул, в одной из крупнейших у нас школ по подготовке к экзаменам. У нас есть образовательная лицензия, что позволяет вам не думать об эффективности своего образования, потому что она у нас эффективная, а вашим родителям получить налоговый вычет, если за ваше обучение у нас платят они. Перед вами ваш покорный слуга Анастасия, преподаватель Умскул по обществу знаний. Как я уже и говорила, думаю, что какую-то базовую вводную информацию обо мне вы услышали уже миллиард раз, а если вдруг нет, то она есть на этом слайде. Я предлагаю очень долго не засиживаться на организационных моментах и поскорее начинать разбираться с номером 23. Также прошу обратить ваше внимание, что сегодня особенно важно подписаться на мой телеграм-канал, потому что после окончания этого видеоролика, вернее, после окончания вашего просмотра этого видеоролика, там вас ждет потрясающий подарок. Что за подарок, я расскажу чуть позднее, а пока давайте начинать. Итак, задание номер 23. Надеюсь, что вы уже хоть раз открывали вариант ЕГЭ по обществу знанию и знаете, что задание 23 это задание на что? На Конституцию. Появилось оно не так давно, и каждое задание 23 просит вас расшифровать какие-то положения Конституции. И по сути у задания 23 есть несколько вариантов. Есть задание 23, которое просит вас расшифровать одно положение тремя примерами из Конституции, либо задание 23, где вас просит расшифровать три разных положения на основании того, что прописано в Конституции. И то, и другое мы сегодня посмотрим, изучим, но для начала давайте посмотрим на критерии. Значит, на что хочу акцентировать ваше внимание. Вот так выглядят критерии. Опять же, в целом, без моих комментариев, наверное, это мало чего дает нам. Максимальный балл 3. Почему 3? Потому что у нас в любом случае получается 3 пояснения по Конституции. За каждое верно составленное пояснение по Конституции 1 балл. Соответственно, если вы вдруг раскрываете какое-то положение Конституции в двух, скажем так, примерах, тогда это 2 балла. В одном примере 1 балл, не раскрываете вообще, 0 баллов. Разумеется, также ваше положение может быть прописано, но являться неверным, тогда за него тоже могут поставить 0 баллов. Ну и тут все просто. Если вы, соответственно, составили 3, тогда у вас 3 балла. Если у вас есть дополнительное сверхнеобходимое положение по Конституции, тогда будет, соответственно, посмотрите, как здесь характеризуется. Значит, при отсутствии дополнительных будет 3 балла. А если есть сверхтребуемые, и там есть неточности и ошибки, то за них будет условное снижение балла. Сейчас объясню, что это значит. Вот, например, если у вас есть 3 номера, даже неправильно, вас попросили 3 положения, а вы решили написать 4 положения, из которых получается первое положение зелененькое, то есть корректное, второе положение зелененькое, то есть корректное, третье положение зелененькое, то есть корректное. Это образно, разумеется. И четвертое положение, оно с ошибкой, с неточностью. Вас в целом просили привести 3. И, казалось бы, условие задания выполнено, вы привели 3 корректных номера, но еще привели один с неточностью. В таком случае вам будет выставляться 2 балла за это задание, так как у вас в нем есть ошибка, у вас есть положение, которое вас вроде бы и не просили приводить, но вы решились его привести, и оно ошибочное. Это тоже очень важно понимать. Вот такая логика. Поэтому в данном случае пишите всего 3 положения. Плюсом положение вам каких-то плюсов или дополнительных баллов не даст. Ну и, как я говорила, задание 23 бывает двух типов. Первый тип дается одно положение Конституции, второй тип дается три разных положения Конституции. Например, ярчайший пример одного положения. Российская Федерация является социальным государством. Поясните на трех положениях из Конституции, в чем это проявляется, или приведите три подтверждающие это тезисы. Вот так вот правильнее сформулировано. Значит, и вы приводите три положения из Конституции, которые как бы подчеркивают, что наше государство социальное. Если мы говорим с вами про второй тип, то вас могут попросить пояснить, что значит федеративное государство, что значит там с республиканской формой правления. И, например, могут опять же спросить, например, про социальное государство. Тогда вам уже нужен будет один тезис, а не три, как в задании типа 1. Логика, я думаю, понятна. Дальше. Что мы здесь с вами посмотрим? На самом деле, и вот это будет ключевой слайд сегодняшнего, небольшого, я надеюсь, видеоурока. Ваша задача для задания 23 выучить-то по сути только главу 1 и главу 2 преимущественно. То есть большинство заданий в номер 23 будут решаться за счет вашего знания первой и второй главы Конституции. То есть главы про основы конституционного строя, мы сегодня эти главы посмотрим, и главы про права и обязанности человека и гражданина. И вот статистическое большинство номеров 23 будут решаться за счет понимания первой и второй главы Конституции. Дальше. Я также рекомендую вам на данный момент, если вы еще не готовились к заданию 23, составить для себя какую-то табличку, какую-то схему или полезный файлик, где будет как раз-таки расписано положение Конституции и как его можно пояснить. Положение Конституции и как его можно пояснить. То есть по три тезиса на каждое. Условно. Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию социальным государством. Три положения, которые это подтверждают. Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию светским государством. И три тезиса, которые это подтверждают. Вот. Это, соответственно, способ решения номера 23. Ну и как я говорила на этом видеоуроке, вы, конечно, еще не досмотрели его до конца, и мы сейчас посмотрим как раз-таки главу 1 и главу 2 Конституции, но очень хочется как-то помочь вам в подготовке к номеру 23, поэтому в своем телеграм-канале, на который я просила вас подписаться, и ссылочка на который есть в описании этого видеоролика, будет файлик как раз-таки с тезисами для номера 23. Там будут, ну, не прям все тезисы для номера 23, но какая-то часть тезисов, наиболее встречающиеся, вам 100% помогут. Там будет то самое социальное государство, светское государство, республиканское форум управления, федеративные устройства, все это будет файлик, и вы можете просто перейти в мой телеграм-канал, найти либо во вложениях, либо в закрепленном сообщении этот файлик для номера 23. Окей, а я предлагаю двигаться дальше, соответственно. Мы с вами посмотрели рекомендации, посмотрели, да, еще рекомендация, номер 4, посмотрите здесь. Нельзя использовать словосочетание, пишите, пожалуйста, распространенные предложения. Если вы просто поясняете, у меня даже есть пример для вас. Вот. Работа учеников прошлых лет. С нами поделился эксперт ЕГЭ. Для тех, кто не знает, мы сотрудничаем с экспертом ЕГЭ по обществу, знанию с действующим, поэтому у нас есть доступ к таким работам. Вот пример выполнения задания номера 23 в прошлом году. У нас нет конкретной формулировки, что именно спрашивалось, но это пример того, как не нужно делать. Видите, здесь среди пояснений просто указано право на участие в выборах, право на свободу слова. Это не подтверждает вообще ничего. Задание 23 не может звучать с формулировкой просто перечислите политические права человека и гражданина. Таких формулировок не бывает. В данном случае, если додумывать за ученика, то складывается ощущение, что эти три условных словосочетания, приведенных, да, нераспространенные предложения, непонятно, что они именно поясняют, они могут, наверное, только это и раскрывать. А такого термина, вернее, такой формулировки задания 23 не бывает. Понятна логика? То есть, вот это недостаточно распространенно написано. Вот это просто визуально уже лучше. Так тоже неплохо. То есть, не обязательно писать по три предложения на каждый тезис, но писать по два слова точно не нужно. Вот такой формат оформления достаточен. Вот. Хорошо. И еще один момент. В задании 23, я думаю, вам уже миллиард раз про это сказали, не требуется дословного воспроизведения слов Конституции, но желательно передавать все близко к тексту. Вот тоже давайте посмотрим, прочитаем один из примеров прошлого года. Гарантия презумпции невиновности. Каждый имеет право на юридическую помощь. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Все равны перед законом. Здесь наряду с верными примерами приведены неверные. Поэтому такой номер не будет засчитываться. На самом деле, здесь есть такой элемент на усмотрение эксперта, потому что в целом презумпцию невиновности, ну, с некоторой стороны можно было бы раскрыть. Никто не обязан доказывать свою невиновность, хотя она не так расшифровывается в Конституции совершенно. Скорее всего, за этот номер в целом поставят полностью минус. То есть, не засчитают. Поэтому не всегда факт того, что вы просто пишете больше слов, говорит о том, что вы верно выполняете номер. С номером 23 в целом нужно быть аккуратнее. Вот, ну и давайте вот здесь посмотрим. В Конституции Российской Федерации закреплен принцип идеологического многообразия. Вообще политический плюрализм, да, у нас. В Конституции Российской Федерации закреплено федеративное устройство Российской Федерации, основанное на его государственной целостности. Но, опять же, поскольку у нас нет самих формулировок номера 23 именно для данного задания, мы не можем сказать, здесь корректно что-то отмечено или нет. Вот, но это примеры, скажем так, плохого выполнения работ 23, чтобы вы понимали. Хорошо, теперь давайте с вами попробуем попрактиковаться и посмотрим как раз-таки, как корректно можно 23 номер оформить. Один из примеров заданий. Конституция Российской Федерации провозглашает Россию социальным государством. Surprise, surprise, да, все как обычно. На основе положения Конституции нужно привести три подтверждения этой мысли. Как же можно привести? Вот этот пример у вас тоже будет в файлике, который можно скачать у меня в Телеграм-канале. Но мы здесь его тоже рассмотрим. Итак, если вы хоть раз читали Конституцию, то вы знаете. Когда вы долистываете до статьи, посвященной социальному государству, то в этой статье, соответственно, мы видим несколько пунктов. И вот если в первом пункте нам говорится, что Российская Федерация это социальное государство, политика которого направлена додым-сюдым, то второй, третий пункт, не помню, кстати говоря, сколько именно пунктов в этой статье, не суть важна, они как раз-таки поясняют, а что есть социальное государство. Отсюда у нас и будет такое оформление номера 23. Посмотрите. Конституция Российской Федерации утверждает, что политика государства направлена в создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие. Иными словами, тот пункт, который посвящен социальному государству, он как раз-таки раскрывается таким образом. Политика этого государства направлена в создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Вот это как раз-таки расшифровка того, что такое социальное государство. Или пункт 2. Конституция РФ закрепляет принцип обеспечения государственной поддержки семьи, материнства, отцовства, детства. Понимаете уже логику того, как это работает и как это в целом оформляется? Вам дается какая-то статья Конституции. Конституция Российской Федерации. Там вам говорят Российская Федерация-это социальное государство. И дальше у вас как раз-таки идут пояснения, а что значит, что Российская Федерация-это социальное государство. Для начала там государство, политика которого. Это как раз-таки будет пункт первый. Дальше, в следующем пункте. Там как раз-таки написано про поддержку материнства, отцовства и детства. Ну и отдельно выделено про всевозможные пособия и в целом социальное обеспечение по возрасту. И в том числе про гарантию минимального размера оплаты труда. Вот вам третий пункт. То есть условно номер 23 просит от вас расшифровки. А что значит социальное государство? Подтвердите, что у нас социальное государство. Как это подтверждается? А тем, что написано, что политика нашего государства направлена на вот это, на вот это, на вот это. А дальше раскрывается, что значит направлено на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь. Это и про социальное обеспечение, это про минимальный размер оплаты труда, это про поддержку отцовства материнства и детства. Это логика в целом. Это логика в целом, как будто с математикой. Следующий номер давайте посмотрим. Опять же, здесь нас просят с вами. В Конституции Российской Федерации закрепляются права и свободы человека как значимая ценность. Нужно это подтвердить. То есть покажите на приложениях Конституции, что права и свободы человека это значимая ценность. Опять же, логика какая? Мы ищем в Конституции подтверждение того, что это значимая ценность. Как это подтверждается? В Конституции Российской Федерации указано, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл содержания и применения законов, деятельности, законодательной и исполнительной власти. Подтверждает это что? Права и свободы это ценность? Да, подтверждает, потому что мы на основании этого формируем законы. Дальше. Говорится также, что у нас права и свободы являются высшей ценностью. Подтверждает значимость? Да, потому что значимость, высшая ценность это не одно и то же слово. И мы можем значимость подтвердить формулировкой из Конституции, что это высшая ценность. Дальше. В Конституции Российской Федерации указано, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Тоже потрясающий элемент. Супер. Ну давайте еще один номер. Здесь нам нужно показать про тяжелую жизненную ситуацию. Кстати говоря, такие задания, они, наверное, чуть-чуть сложнее, потому что не сходу понятно, что такое тяжелая жизненная ситуация. Но, если вы хоть раз прорешаете, сейчас странная будет формулировка, если вы хоть раз прорешаете, ну, заданий 30, типа 23, тогда у вас будет вот эта вот база, потому что все положения одни и те же, постоянно спрашивают про одно и то же, поскольку задания в основном строятся на положениях глав 1 и 2, но там просто нечего больше дать. Там всегда будет одно и то же, поэтому обязательно скачайте, изучите файлик в телеграм-канале. Это очень важно. Это прям вам сильно поможет для номера 23. Как нам рассуждать о такой ситуации? И в целом, предположим, вы пришли на экзамен, и перед вами номер 23, и вроде понятно, что по конституции, но непонятно, что нас спрашивают. Вы начинаете немножечко раскидывать мозгами и думать, что такое тяжелая жизненная ситуация для человека. Это, например, потеря работы. Согласны? Потеря работы. А мы с вами уже знаем по положениям социального государства, что у нас, например, есть пособие по безработице. Или мы знаем с вами из главы про права и свободу человека, глава 2, мы знаем, что у нас есть право на юридическую помощь. Соответственно, если там, не знаю, человек осужден, или, возможно, осужден, это уже понятно, если человек подозреваем в чем-то, да, и ему хотят выдвинуть обвинение, он может рассчитывать на юридическую помощь. Вот, тоже, это тоже тяжелая жизненная ситуация. То есть вы стараетесь для себя раскрыть, как государство в разных ситуациях может помочь. Вот, соответственно, ответ на этот номер будет выглядеть вот так вот. Согласно Конституции РФ, каждому гарантируют социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормилица для воспитания детей и иных условий. Это тоже положение про социальное государство, кстати говоря. Видите, они пересобираются в разные типы заданий просто. В Конституции РФ указано, что государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию, компенсацию причиненного ущерба и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Пособие по безработице тоже, кстати, можно будет сделать. Ну вот здесь, кстати, социальное обеспечение в иных случаях. Так, вот, пособие, к слову говоря. Хорошо. Давайте мы с вами, да, кратенько пробежимся еще потому, что вам может быть полезно просто по теории экзамена, раз уж мы решили, да, в этом видеоролике просто освоить максимум информации. Смотрите, основы Конституционного строя, что про них нужно знать? Значит, основы Конституционного строя это глава 1 Конституции. Вам нужно научиться пояснять по главе 1, а там прям все и расписано, что такое демократическое государство, что такое федеративное государство, что такое правовое государство, что такое государство с республиканской формой правления. Все это могут спросить номер 23. В файлике это как раз таки будет. Дальше. Нужно научиться пояснять, почему человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Мы только что номер похожий делали. Единственное, там спрашивалось про значимость, поэтому само это положение как раз таки было пояснением, почему есть значимость у прав и свобод человека. Про суверенитет, кстати говоря, часто спрашивают тоже. Принцип федерализма, принцип разделения властей на законодательную исполнительную судебную. Про гражданство РФ тоже бывают номера и нужно знать все положения по гражданству. И это, наверное, один из самых сложных номеров 23, потому что не так уж много положений в конституции связано с гражданством Российской Федерации. Дальше. Классическое социальное государство, классическое светское государство. Десятый пункт. Дальше. Восьмое. Единство экономического пространства тоже рекомендую запомнить, потому что есть номера 23. На реализацию своего потенциала, или на ведение предпринимательской деятельности, или на свободное распоряжение своими физическими и умственными способностями. И для них как раз таки единство экономического пространства будет как бы создавать условия. И это будет в некоторых случаях положением подкрепляющим. Номер 23. Идеологическое, политическое многообразие или разнообразие мы с вами тоже уже смотрели. Дальше. Что интересно. Также бывает, что по главе 2 в конституции номера 23 тоже строятся. Глава 2 это уже права и свободы, а также обязанности человека и гражданина. Обязанности гражданина. И здесь очень просто запомните конституционные обязанности. Это вам еще и в первой части пригодится. Конституционных обязанностей у нас очень немного. Поэтому запомните их, потому что они тоже будут иллюстрировать отдельные положения конституции. Дальше. Еще у нас есть права. И про права я вам тоже рекомендую себе запомнить. Потому что, например, экономические права часто показывают, как может человек реализовать свой экономический потенциал. Политические права часто показывают, ну не часто, их можно прям приводить, да, как положение, которое показывает, что человек может участвовать в политике в Российской Федерации. Или что, не знаю, у нас есть демократия, и человек может управлять государством. И тому подобное. Вот такая вот логика. Напоминаю, что если у вас до сих пор есть какие-то вопросы по номеру 23, и вы не понимаете, как до конца должны быть сформулированы положения конституции, у меня есть файлик с пояснением номеров 23 для примера, для вашего изучения, для того, чтобы вы запомнили это прямо таким образом, приводили на экзамене в телеграм-канале. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании этого видеоролика. А также в моем телеграм-канале уйма полезной информации для подготовки к ЕГЭ по обществу о знаниях. Но если вы понимаете, что вам нужна комплексная подготовка, а не только помощь от меня в виде каких-то видеоразборов или файликов для подготовки, или у вас просто есть вопросы, тогда не забывайте, что у меня также есть курс полной подготовки к экзамену, называется он курс Flash Final, и записаться на него можно сейчас по кодовому слову Конституция. Опять же, ссылочка есть в описании под этим видеороликом. Можно перейти по ссылочке, написать кодовое слово Конституция, и моя команда поможет вам сориентироваться, что входит в мой курс подготовки. Если точнее, это 55 уроков, но у вас будет полное расписание. Это три пробных варианта и домашняя работа к каждому теоретическому ролику. Дальше у вас также будет курс по КИМ, который помогает научиться решать не только задания 23, а все задания 1 и 2 части. Это карточки с признаками понятия для номера 18 во 2 части экзамена. Это интеллект-карты по всем разделам, чтобы запомнить огромное количество теорий, которые есть в нашем предмете. Также небольшая такая сборник программы «Минимум», чтобы вы самое необходимое повторили и изучили. Словарик с признаками понятия и всевозможной активности в нашем телеграм-канале для того, чтобы вы были постоянно погружены в эту среду подготовки. Супер! Расписание выглядит вот таким вот образом. Дальше. К этому расписанию, к нашему курсу Flash Final, также идет курс повторения предбанник. Но если вас все это заинтересовало, я хочу обрадовать вас еще одной потрясающей новостью. Сейчас, записываясь на один предмет курса Flash Final, вы также можете записаться автоматически на другие. То есть, четыре предмета, к которым вы готовитесь, будут по цене одного. Ссылочка для записи, а также ссылочка для получения файлика в телеграм-канале есть в описании этого видеоролика. С вами была Настя, преподаватель скул по обществознанию. Большое спасибо, что выбрали нас и посмотрели этот видеоролик до конца.